Тюменские ученые будут исследовать летучих мышей вместе с чешскими коллегами. Соглашение о сотрудничестве накануне подписали Тюмгу и Институт биологии позвоночных животных Чешской Академии Наук. Ученые уже успели поработать вместе и даже опубликовали несколько научных статей. При неблагоприятном воздействии со стороны человека, допустим, колония многовидовая или популяция конкретного вида может быть легко подорвана. И поэтому, так сказать, надо охранять, а для того, чтобы охранять, надо изучать, надо постоянно мониторить численность, мониторить видовой состав населения рукокрылых на территории. С совместными усилиями международная коллегия планирует разобраться в синдроме белого носа летучих мышей, особенностях зимовки, крылоруких и условиях, при которых они могут являться переносчиками вирусов. Да, обнаружены инфекции, скажем так, это южный регион России, и изолированы инфекции и от летучих мышей, и от их паразитов. Причем, это летучие мыши все собраны на территории города. Соответственно, в общем-то, тут близость к человеку очевидна, и опасность передачи этих инфекций в человек, в общем-то, она, сомнению, не подлежит. Студенты, аспиранты и научные сотрудники будут работать в обеих странах, чтобы лучше изучить, как ведут себя летучие мыши в тех или иных климатических условиях. Мы интересуемся на зимовке, рукокрылих, а Сибирь – это типическая территория, где долгая зима, и зимовка проходит под специальными, специфическими микроклиматическими параметрами. Это отличается от европейской ситуации, а потом мы хотели бы работать здесь, потому что здесь такая специфическая ситуация. Международная экспедиция уже отправилась на Алтай и в Новосибирскую область, затем придет черед ответного визита уже тюменских ученых в Чехию. Дмитрий Обухов, Алексей Мойсов, Евразион ТВ Дмитрий Обухов, Алексей Мойсов, Евразион ТВ